Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость побывал в аду. Он видел тайное оружие дьявола, из-за которого миллионы людей, считающие себя христианами, попадают в ад. Если вам интересно, смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот и Айвен Таттл. Айвен, ты пережил встречи, которые пережили лишь немногие жители Земли. Ты побывал в невидимом мире. Ты вырос в христианском доме. Ты покаялся и принял Иисуса Христа. Но ты быстро оставил дела Божие. Это было во многом связано с трудным детством. Расскажи нам, пожалуйста, немного об этом. Сид, позже у меня диагностировали СДВГ, но мои родители не знали, что СДВГ был у меня и в детстве. Я не мог усидеть на месте. У моего отца была темная сторона. Он избивал меня ремнем. На самом деле на рентгене можно увидеть поломанные ребра. От того, что отец бил меня ремнем сильно. Да, это были серьезные удары. Да, серьезные. Я прошел через трудные времена. Большую часть своего детства я был один. Я играл в лесу и так далее. Было очень непросто. В 26-е у тебя оторвался тромб, и он привел к смерти. Это было уже давно. В 1978 году. Я хочу вернуться к тому времени, когда ты только вышел из больницы. Было 9 часов 20 минут. Это был вечер. И что-то разбудило тебя, схватив буквально за руку. Что же это было такое? Да, Сид, я вернулся из больницы и лег спать. В 9, когда я ощутил, как кто-то схватил меня за левое запястье и вытянул из кровати, меня подняли с кровати, словно куклу. Я попытался сопротивляться, конечно же. Я кричал. Это первая реакция. Ну, конечно. Я попытался сопротивляться. Затем я понял, что это был демон. Я сразу же понял, что иду в ад. Я знал, куда я направлялся. Этот демон схватил меня. Я начал слышать крики и ощущать ужасный запах. Демон тянул меня все дальше. В итоге он забрал меня в ад. И когда я оказался в аду, то увидел там множество людей. Там были люди, которых я знал даже из моего детства. Я увидел бывших пастырей. Когда ты в духе, то, глядя на другого человека, ты сразу же узнаешь о нем все. Ты видел людей, которых считал христианами. О, да. Тебе не нужно общаться, потому что ты знаешь о нем все. Ты смотришь на людей, а они рассказывают тебе о том, что случилось в их жизни. Ты знаешь, что они сделали. И это удивительно. Это не те люди, которых я ожидал там увидеть. Но эти люди были в аду. Их там пытали. Там идут ужасные пытки, Сид. Но больше всего меня зацепило чувство безнадежности. Сид, когда ты в аду, надежды нет. Это конец. Как только это происходит, это все. Это конец. У тебя нет надежды. Когда ты пытаешься молиться, то такое чувство, словно над тобой, железный купол. Это бессмысленно. Это просто конец. У тебя был шанс, когда ты был на земле. А теперь ты там. Я наблюдал за этими людьми, которых пытали. Они не могли двигаться. Они застряли в том месте. Я не видел реальных цепей, но было такое ощущение, словно они были скованы цепьем и не могли двигаться. Они могли двигаться руками и ногами, но никуда не шли. А демоны нападали на них. Я видел девушку, которой было 18 лет, когда она умерла. Ее сбил пьяный водитель. Она не понимала, почему она в аду. Но она не приняла Иисуса, как своего спасителя. Вот почему она была там. И там были многие люди. Ты видел миллионы людей, которые повелись на ложь, находясь на земле. Они ходили в церковь, но оказались при этом в аду. Объясни, почему. Сид, одна из главных причин кроется в том, что люди считают, что нужно сделать лишь одно. Это принять Иисуса Христа. То есть повторить молитву. Да, потом можно делать все, что захочешь. Но это не так. Вы не можете поступать так. Не можете. А как насчет учения, которое говорит, что когда вы приняли Господа, Его благодать покрывает все прошлые, настоящие, будущие грехи. И нам уже ничего не нужно делать. Этого нет в Библии. Конечно, нет. И дело не только в этом. Подобное учение посылает столько людей в ад, что в это трудно поверить. Ты удивишься. Послушайте, нельзя сказать, сделаешь вот это, и все. В Библии говорится, что определенные люди, делающие определенные вещи, не могут войти в Царство Небесное. Не имеет значения, кто вы. Вы не сможете. Вопрос не в том, что вы немного лжете. Нет, проблемы остаются. Каждый день перед тем, как лечь спать, я говорю, Господи, прости меня за все. Я делаю это ежедневно. Если я ловлю себя на том, что делаю что-то плохое, то сразу же хочу исправить это. Я был там, и не хочу туда вернуться. Я не хочу, чтобы кто-то попал туда. Ты видел некоторые вещи, которые могут помочь нам. Ты видел, как бесы передвигались туда и сюда, с ада на небо, чтобы обманывать. Расскажи нам об этом. Особенно детей. Этот обман был ужасен. Обман начался с нескольких вещей. Одной из них были видеоигры. Это было еще до того, как появились видеоигры. Демоны приходили в эти игры, чтобы извращать умы молодых людей. И не только это. Демоны шли из центра ада, где находился Люцифер, на землю, чтобы обманывать людей. Они входили в тела людей. Они выбирали красивую девушку или красивого мужчину. Далее они входили в его тело и использовали этого человека, чтобы обмануть многих, а особенно теплых христиан. Они пытались обмануть, чтобы заниматься с ними аморальными вещами. А вот что происходило. Я видел это в далеком 1978 году. Как вы думаете, как с этим обстоят дела сейчас? Я видел, как все это происходило. А что бы ты назвал худшим из того, что видел в аду? Да. Все было худшим. У меня есть вопрос. Ощущают ли люди на самом деле боль? Да. Телесную боль в аду? Сид, боль в аду намного хуже, чем на земле. Когда мы загоняем за нозу или режемся, то ощущаем боль в одном месте. А когда ты находишься в духе в аду, то эта боль пронизывает все твое тело. Каждый укус, каждая царапина, каждый порез отдается болью по всему телу. Сид, там нельзя потерять сознание. Воплоти, когда тело переживает сильную боль, то теряют сознание. Там такого не происходит. И эта боль никогда не заканчивается. Сид, вот в чем дело. Боль никогда не заканчивается. Она продолжается вечно. Она не уйдет. Надежды нет? Да, надежды нет. Почему бесы продолжают причинять боль людям и страдания? Почему они постоянно делают все это? Сид, им это нравится. Это то, что приносит им радость. Им нравится заниматься подобными делами. Они делают это... Это как садисты. Вот именно. Особенно, если ты когда-то был христианином. Это им по душе. Это то, за что они могут цеплять себя всю вечность. Послушай, этот бес смеялся надо мною. И они поступали так же со всеми остальными людьми. Все потому, что я повелся, повелся на ложь. Но внезапно ты услышал некий голос. Сид, это было самое чудесное, что только случалось со мною. Когда я был в аду, то внезапно услышал голос. Его время еще не настало. Вы должны отпустить его. Я дал обещание его матери. Айвен отправился на небо и увидел будущее многих стран. Хотите узнать об этом обетовании и о том, почему оно сработало? Смотрите далее. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». В течение двух недель я смотрел вашу удивительную и интерактивную программу «Это сверхъестественно». С тех пор я смотрю ее каждый день. Программа всегда касается меня. Я получил исцеление от травмы шеи и позвоночника прямо во время просмотра вашей программы здесь, в Папуановой Гвинеи. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей, по адресу которой вы видите на экране. Это сверхъестественно. Мой гость умер. Он оказался в аддом. Но внезапно он услышал голос, который сказал, «Твое время еще не настало. Оно не пришло». «И после этого ты оказался прямо у небесных ворот». «И что же было после этого?» «Да, это было так». «Почему?» «Почему в тот момент ты был отступившим неверующим человеком?» «Все равно я бы так и остался в аду, если бы не две вещи». «Первое, мое время еще не пришло». «И второе, моя мать молилась за меня». «Ну, за всех ведь кто-то молится, разве я не прав? Поправь меня, пожалуйста». «Это хорошо? Продолжайте молиться». «Моя мать молилась за меня трижды на день». «К 26 годам это дает около 22 тысяч молитв». «Моя мать была молитвенницей». «Она говорила Богу Божию, ты должен пообещать мне, что никто из моих детей не попадет в ад». «Она просила у Бога, чтобы Он дал ей обещание». «И она верила в то, что Бог дал ей это обещание». «И так оно и было. А вот почему я попал на небо». «Скажи мне, во-первых, понимал ли ты, что находишься на небе в тот самый момент?» «Знаешь, Сид, да, я понимал, что я на небе. Я знал, как оно выглядит. Оно было противоположностью ада. Когда ты попадаешь туда, то видишь, насколько оно прекрасно. Твой дух понимает это. Меня приветствовал ангел. Это была первая подсказка. Это был ангел. Там внизу царило чувство безнадежности. А здесь все было прекрасно и чудесно. Я был на небе, и меня приветствовали ангел. Они рассказывали мне о небе. Это было чудесно. Я знал, что я на небе. Я просто это знал. А что привлекло твое внимание там, в первую очередь? Первое, что привлекло мое внимание, это ангел. Этот ангел был высоким и большим. У него был сильный голос. Но в то же время он был нежен. Я говорю «он», потому что он был похож на мужчину. Он взял меня за руку и провел через ворота. И когда я прошел ворота, то увидел здание из белого камня, которого не видел прежде. Он мерцал. Это было невероятно. Я видел золотые улицы. Это золото было мягким и прекрасным. Но я понимал, что это было золото. А по центру цекла река, по центру города. Эта река была прозрачной. Она звучала, как детский смех. Это было чудесно. Все было таким удивительным. Когда ты видишь эти здания и слышишь эту реку, я мог бы слушать ее весь день. Это просто чудесно. Это была одна из самых прекрасных вещей, какие я только видел и слышал в своей жизни. Не только на земле, но и на небе. Я видел все это на небе. Небеса прекрасны, Сид. Ты рассказывал о разнице между стопроцентной жизнью в духе и двухпроцентной жизнью в духе и девяносто восьмипроцентной жизнью в теле, как сейчас. Каково это жить на сто процентов в духе на небесах? Да, это непростой вопрос, Сид. Знаю. Это удивительное чувство. Я бы хотел описать его словами, но каждый раз, когда мне выпадает возможность побыть наедине с Богом, и я люблю это чувство, то когда слава Божия сходит на тебя в силе, то она пронизывает каждую часть вашего естества. Вы ощущаете ее запах и вкус. Ты слышишь, ощущаешь вкус, запах, и еще видишь славу Божию. Она всюду, куда бы ты ни пошел. И ты говоришь о ней. Она на тебе и на небе. И когда она на тебе, то она остается с тобой навеки. Это невероятно и чудесно. Ты говорил мне, что на небе ты знаешь буквально все. Тебе не нужно искать в компьютере, что это такое, где это находится. Сегодня мы используем для этого гугл, а там ты смотришь на что-то и сразу же узнаешь об этом все. Все, что ты делал. Ты видишь дух. Наш ум — это фильтр. Наш дух знает все. Наш дух живой. Наш дух никогда не отдыхает. Он бодрствует круглые сутки напролет. На небесах нет дня и ночи, там всегда день. И чем больше мы обращаемся к духу на земле, а не к чувствам и знанию плоти, тем больше небо мы видим на земле перед собою. Я прав? Все верно? Ты прав. Ты абсолютно прав. Я прав. А как насчет времени на небесах? Что же с ним? Там времени нет. Ты проводишь одну секунду на небе, а тебе кажется, что ты пробыл там 10 лет. Ты проводишь почти 3 часа на небе, и все равно люди говорят о том, что один день как тысяча лет. Если это так, то я пробыл на небе 44 года, ведь я пробыл там где-то 3 часа. Это было чудесно. Я увидел много чего. Там нет времени, и там чудесно. Ты не можешь различать расстояние, потому что оно огромное. Ты даже не представляешь этого. А еще тебе показали события последних времен. И это феноменально. Мы читаем в книге Бытия, как Бог сотворил Землю. А ты видел на небе, как Бог создавал Землю. Так как же это было поведой? Сид, когда ангел сказал, повернись и посмотри, я так и сделал. И тогда ангел исчез, я увидел временную шкалу Земли. Я наблюдал за тем, как формировалась Земля. Это была большая чаша с водой во тьме. Но внезапно Дух Божий покрыл собой всю Землю. Его пребывание наполнило все. Оно подсвечивало воду. Эта вода наполнялась духовной жизнью. Вода приняла Духа Божьего. Мы должны помнить, Сид, что вода дает жизнь. Но Бог дает жизнь, в свою очередь, в воде. Она просто передается дальше. Я увидел это, и это было чудесно. Ничего прекраснее я не видел. Хорошо, тут есть о чем поговорить. Он видел события последнего времени. Например, ты видел штрих-код, который будет использоваться как метка зверя. Ты видел его в 1978, еще до того, как появились штрих-коды. Так как же он выглядел? Сид, он был уникален. Его наносили либо на руку, либо на лоб. Это невидимая татуировка, она полностью невидима. Ее нужно приложить к сканеру. И они будут у всех в то время. Но это была смесь штрих-кода и QR-кода. Его наносили на руку или на лоб. В нем рассказывается все о том, кто ты, что ты делал, что ты можешь покупать и продавать. У нас осталось мало времени. Ты видел, что случится с некоторыми странами. Я хочу, чтобы ты выбрал одну из них и рассказал о нескольких ключевых событиях. Что случится? Давай выберем Россию. Там происходят определенные события. Я видел некоторые события, которые уже случились. Но случится еще больше. Я видел, как в России начнут открываться провалы. Это уже начало сбываться. Эти события уже происходят. Они считают себя большим медведем. Они думают, что сделают много чего в мире. Но знаете что? Русский народ выступит против своих правителей. Ты увидишь это. Там будет настоящий ужас. В России будут происходить вещи, о которых мы даже не могли представить. Но это все равно случится. Это будет невероятно. Но тем не менее, нам нужно следить за развитием событий. Знаете, на земле нет безопасного места без Иисуса. Мессия должен быть в вас, быть вашим Господом. Повторите эту молитву. Давайте разберемся с вашей ситуацией сейчас и навеки. Если вы хотите принять Господа, пожалуйста, повторяйте эту молитву за мною. Дорогой Бог, я грешник. Я согрешил только против тебя. Мне очень жаль. Иисус, приди ко мне. Будь моим Господом. Я люблю тебя, Боже. Аминь. Айван, почему ты вернулся на землю? Сид, я вернулся с посланием. Я здесь для того, чтобы предупредить людей о том, что ад реален. Но я также хочу, чтобы они знали, что небеса реальны. И настало время взяться за ум. Сид, христиане должны взяться за евангелизацию. Грядет большая слава, и мы должны сделать кое-что, чтобы подготовиться к этим вещам. Ты не говорил об этом открыто на протяжении 35 лет, и теперь ты начал говорить об этом. А почему только теперь ты говоришь об этом смело и открыто? Сид, когда меня вернули назад, то сказали, чтобы я не говорил об этом, пока Дух Святой не позволит мне сделать это. И я молчал до сего времени. Просто молчал. Ты видел, как слава сходит на землю. Помолись о высвобождении славы на всех наших зрителей сейчас. Да, Отец Небесный, я молюсь о том, чтобы каждый, кто смотрит нас и верит в Тебя, Боже принял то высвобождение славы. Я высвобождаю помазание славы для них. Я молюсь, Боже, чтобы эта слава проникла во все части их разума, духа, души и тела. Пусть эта слава позволит им сделать то, что они не могли сделать ранее. Я молюсь сейчас, Небесный Отец, чтобы ты направил их возлагать руки на больных, изгонять бесов, идти и воскрешать смертвых. Боже, мы просим всего этого во имя драгоценного Господа Иисуса. Аминь. Я согласен. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я получила освобождение от демонического гнета, помолившись вместе с Джоан Хантер на передаче «Это сверхъестественно» Сидорота. Я получала невероятное благословение от этого служения. Услышав Шона Болза и посмотрев вашу передачу несколько раз мои духовные мышцы выросли для того, чтобы принять откровение от Бога о нашем желании иметь машину. Однажды вечером, когда я дремала, Бог дал мне сон. Во сне я увидела нашу машину в определенном дилерском центре. Я увидела цену, цвет и форму машины. Я очень обрадовалась, когда проснулась. Я поделилась этим со своим мужем, и мы нашли именно ту машину в том дилерском центре на следующий день. Мы заплатили за машину именно столько, сколько я увидела во сне. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Марк Биллс. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, где вы услышите слова древнего пророка, обращающегося прямо к вам сегодня. Узнайте, как вам победить даже во время культурных перемен, политических давлений и расовых проблем. Приготовьтесь к путешествию всей своей жизни. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир в программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек.